Я уже говорил тебе, что такое безумие, а? Безумие — это точное повторение одной и той же MMORPG раз за разом в надежде на изменения. Это и есть безумие. Это и есть Блэс Онлайн. Как вы, наверное, помните, в 2016 году нам тут в русской инфополе влез Блэс. Тогда его многие ждали, молились и даже получали удовольствие, ведь вроде крутая ММО с питомцами и музоном от Ханса Циммера, но всего через полгода сервера хопа и закрылись. А через некоторое время и европейские, и корейские серваки схлопнулись. Куда-то Блэс исчез. И в чем же было дело? А в первую очередь в ужасной оптимизации. Игра тормозила, прогружалась с болью и отсутствующими текстурами, короче-ка, рейсы с Unreal Engine 3 как-то не справились. И всем было очевидно, что игра тормозит, что есть проблемы, но до последнего разработчики и издатели делали вид, что все в порядке. Подлагивает не игра, подлагивает именно стрим, я так понимаю. При этом, когда русский Блэс закрылся, другие игры, я помню, начали упражняться в креативности, кто лучше сделает рекламу и переманит к себе игроков загнувшегося проекта. Так сказать, поддержали коллегу. В общем, схлопнулся Блэс, но сказал напоследок. Вы думаете, все кончено? Я еще вернусь! В 2018 Блэс, Воскрес, Верли Аксесс в Стиме. Помпезно Воскрес с фанфарами, скупил стримеров на Твиче, рекламу, но не у меня. Однако нахватал за шиворот дизлайков в первый же день. Мало того, что из условно-бесплатного Блэс внезапно вдруг стал бай-ту-плей-игрой стоимостью в косарь рублей, так еще и оптимизацию не то, что не завезли, а увезли, похитили и расчленили дополнительно. Блэс тормозил и фризил еще пуще прежнего. В первые дни серваки постоянно отваливались. Да еще и Роскомнадзор тогда в порывах своего облагораживания интернета случайно заблочил Блэс для наших игроков. А вишенкой на торте стало то, что для русских геймеров русский язык пропал. Хотя обещался на релизе. Все было плохо настолько, что Steam даже запустил возврат средств за Блэс, независимо от количества проведенного в игре времени. Были скидки, были попытки, но скоро Блэс уже в третий раз умер. С 2011 по 2019 года разработки корейцы так и не смогли в самое основное. В то, чтобы игра нормально работала. И вы думаете, на этом драма заканчивается? Вы думали, что вы знаете, что такое безумие? Они вновь выпустили Блэс. А вернее, два Блэса. Мобильный и консольный. Блэс так не хочет умирать, что начал мне уже напоминать вот этого парня. А кто Аллочка, да? И сегодня я вам расскажу о своих впечатлениях от беты абсолютно нового Блэс Анлишт. Но сперва хотите немного уличной магии? Не-не-не-не-не-не! А пиксельный? Warspire Online — это бесплатная кроссплатформенная пиксельная MMORPG с классическим геймплеем и большим открытым миром. С зонами для свободного ПВП, подземельями и квестами как раз для тех игроков, которые больше всего ценят хардкор и социализацию. Куча контента уже накопилась за 11 лет существования проекта. И вот сейчас в игре релизнулось свежее обновление «Беспокойный семестр», которая добавляет в Warspire новый весенний остров, где каждый желающий сможет поступить в загадочную школу магии и обучиться искусству настоящего чародея. Четыре магических курса с экзаменами и домашним заданием, практически дистанционное обучение, а также одиночные подземелья с загадками и ловушками, интриги и перевороты в школе, мировые события и другие тематические сюрпризы. Warspire доступен бесплатно и на любой удобной для вас платформе. Windows, OS X, Android, iOS, Linux или Steam. Качайте Warspire Online по ссылке в описании и окунитесь головой в «Беспокойный семестр» в школе магии. Абра-кадабра. Что же, в этот раз разработчики Блесс решили не городить огород и не пытаться завести Жигуль в четвертый раз, а предпочли создать новую MMORPG с нуля и с учетом всех ошибок их предыдущего опуса. Или не их опуса. Блесс Онлайн делался компанией Neoviz Bless Studios и распространялся компанией Neoviz. Блесс Анлишт же разрабатывается студией Round 8 Studios, принадлежащей, тем не менее, Neoviz, и распространяется довольно известной японской компанией Bandai Namco. В твиттере ЖКМы уверяют, что разработчики у этих двух игр совершенно разные, так что не надо их путать. Ну окей, но народ для профилактики дизлайки уже поставил на трейлер. Мошенники! Не могу не покаламбурить. Мошенники! Другой отличительной особенностью Блесс Анлишт является движок игры. В этот раз не устаревший Unreal Engine 3, а новомодный современный Unreal 4. Ну и последним важным моментом будет то, что игра на данный момент доступна только лишь на Xbox One. Еще вроде как ожидается на PlayStation 4, а вот про ПК пока речи вообще не заходило. Так что, кажется, впервые в истории консольщики могут сказать спасибо пекарям за бета-тест. Можно ли хотя бы при наличии Xbox поиграть без проблем? А ха-ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха. Сперва необходимо переключить регион консоли на Америку, и только в таком случае можно будет скачать игру. А затем вы столкнетесь с жесткими санкциями, ведь русские IP в игру просто-напросто не пускают. Пришлось заводить VPN аж на роутере, чтобы хоть как-то посмотреть этот ваш Unleashed. Ну и на перевод тоже рассчитывать не стоит. Редактор создания персонажа, как и в оригинальном Блесс, все-таки топ. Вайфу лепятся только в путь, ползунки для задниц и грудей присутствуют, разгуляться, в общем, позволяют. Можно даже создать арчиху моей мечты. Нина, не ревнуй. Фракции, кстати, больше нет, а классов теперь всего пять. Ну а следом начинается сюжет. Стартует Unleashed на максимальном эпике. Нам объясняют управление, показывают все скиллы текущего класса, будто бы он на хай-левле, дают поубивать всяких демонов, ада подобно Думгаю, завалить пару боссов и посмотреть несколько катсцен. Управление нетипичное, но о нем позже. Пока что можно лишь сказать, что мобы умирают крайне неохотно. Бои выглядят долгими и затянутыми, а количество перекатов навевает на мысли о Dark Souls. Немножко душненько, в общем, откройте форточку. Далее начинается сингловый туториал. Вся эта свистопляска с демонами была, конечно, сном собаки, но символическим. А мы пока занимаемся стандартной рутиной, то есть бегаем по городу и таскаем бочки. Графон, конечно, без лишнего скепсиса похорошел при Сергея Семеновича. Игра выглядит свежо и современно, но вот только в некоторых катсценах все равно можно наблюдать дропы того самого, с чем хорошо рифмуется блесс. FPS. Ну что тут сказать, разрабы ведь сами пишут, что игра еще недостаточно хорошо оптимизирована, а это вообще бета, но где-то я это уже слышал, кажется. Игра рассказывает нам совершенно иную историю в рамках типичного блессовского сеттинга. Как обычно, все шло тихо, мирно, но сны уже плохие снились, и вдруг поналетели злые дни да стали всех убивать. С кровищей, кстати. Жалко, что не с эротикой, как раньше. Ну а фиг ли, теперь-то блесс у нас 12+. Правда, вот и западная версия Блесс Онлайн тоже была такого же рейтинга. И потому в ней зацензурили множество моментов, которые были на Корее и даже у нас в России. Ну а теперь новую игру прямо вот под западную аудиторию изначально-то и делали. Так что потеряли мы всю вот эту вот мякотку. Но наш герой чудом спасается, и не меньшим чудом будет спасать весь остальной мир. И в отличие от этого вот Блесс Онлайн, где у каждой расы зачем-то была своя история, здесь все персонажи идут по одним и тем же сюжетным рельсам. И вот она, старое доброе MMORPG начинается. Делаем квесты, которые делятся на сюжетные и побочные. Причем побочные надо делать обязательно, ведь сюжетные слишком сильно перескакивают вперед и требуют большего уровня, чем у вас есть. Короче, делаем все квесты. Убиваем различных мобов, лутаем различных мобов, рыбоносим, дособираем всякие предметы. Все по классике. Также Блесс подсмотрел из других ММО всякие публичные ивенты, типа как в Гилдворсе, например, когда внезапно в мире начинается налет неких злодеев или спауниться огромный босс, и можно всей гурьбой игроков подорваться и отхватить. Кстати, что хорошо, Блесс активно юзает фазирование во время квестов, и это фазирование работает куда лучше, чем раньше. На пятом уровне нас уже пускают в первый данж аж на два человека. Правда, там всего лишь один босс на арене. Но ладно. На будущих левлах будут более масштабные подземелья. Мое случайное сравнение с Дарк Соулсом было отнюдь не случайным, ведь перемещаясь по карте, игрок открывает специальные костры душ, которые тут служат чем-то вроде чекпоинтов. Рядом с ними восстанавливается ХП, а в случае смерти вашего героя спаунят у ближайшего костра. Кстати, смерть здесь довольно унизительная, ведь если у тебя нет специальных итемов, чтобы подняться самому, то придется ползать по локации в надежде, что другой игрок тебе поможет встать. Ну или умирать и получать на некоторое время дебаф. Правда, есть еще и вторые важные точки, которые нужно открывать — телепорты, благодаря которым можно быстро перемещаться между зонами. Почему, правда, тогда не объединить телепорты и костры воедино, вместо того, чтобы бегать открывать две точки, неясно. Видимо, чтобы не было уж совсем на Dark Souls похоже. Ну и последний способ транспортировки собственной задницы — это маунты. И вот здесь Блессу явно стоило подсмотреть маунтов из других игр, потому что здешнее управление своим скакуном — ну это какая-то пытка прям. Ускорение и замедление на правом блоке кнопок геймпада, рывок на шифтах, поворачивать левым стиком. В видосе, конечно, не передать, но вот сложите пальцы вот так и поймете. И тут, в принципе, подошел хороший момент, чтобы рассказать уже об определенных текущих недостатках Unleashed, которые, на мой взгляд, не просто ухудшают игровой опыт, но и при этом по своему исполнению проигрывают даже оригинальному Блесс Онлайн. Больше всего мне лично не понравилась боевка. Опять же, в видосе такого не передать, но комбат-система здесь слишком статичная, долгое и будто заторможенная по сравнению с другими нон-таргет ММО. Ну или полутаргет ММО. Она вроде как выглядит как слэшерная боевка, но на самом деле нет. Если ваш персонаж кидает заклинания, то как вкопанный стоит на одном месте. Производит замах топора — стоит на одном месте. Пока он стоит на одном месте, прервать анимацию нельзя. Кувыркается строго в заданном направлении и в полете не поворачивается. Сами анимации атаки при этом долгие. Моб может тупо убежать, пока вы замахиваетесь. И все это не то, что не создает динамику, а буквально утомляет. Аналогично и у противников. Если к вам подбегает бандит, то он начинает долго замахиваться, чтобы вы поняли, что он замахивается, чтобы нажали кувырок и отпрыгнули прочь. Скиллов во время обучения дают за глаза, но непосредственно после начала игры вся ротация превращается в довольно унылый комбо в духе «кнопка, кнопка, кнопка, другая кнопка». В оригинальном Блесе тоже были комбо, но как-то поживее, что ли, воспринимались, хоть там и вообще был самый обыкновенный таргет. От такой боевки у меня даже геймпад облез. Отблез. И при этом битвы кажутся еще и довольно хардкорными. ХП само не регенится. Нужно пить зелье. А получать в лицо достаточно больно. При этом отхватывать можно еще и от какого-то кривого хитбокса. Типа вот ты такой отпрыгнул от удара, но каким-то боком получил дамаг. Видимо, как раз-таки боком. С другой стороны, можно, конечно, предположить, что это вот такой вот элемент тактики. Просчитать, куда надо бить, рассчитать время на уклон, время на проигрыш анимации и так далее. Но я не знаю. Мне не зашло. Стоит отметить, что прогресс в Блэс, да что ж с этими каламбурами сегодня происходит, построен на бездумной заточке шмоток. Как всегда, заточенная шмотка имба, а не заточенная хлам. Как всегда, вероятность заточки крайне мала, но голда потратится. ПВП в игре построена по старой доброй ПК-системе, когда любой игрок после 30-го уровня может напасть на другого. Причем даже на игрока, который меньше 30-го, только дамага немного срежет. Так что даже и на лоу-левле в теории можно отхватить от нагибитора. А при учете здешней очень приятной смерти, неудивительно, что у народа бомбит. Квесты, например, не озвучены, в отличие от предыдущего Блэса. Мир вроде как и открытый, но по сути, просто набор дорог, рядом с которыми что-то вроде как и происходит, а вот вне их ничего и нет. Но зато эти дороги постарались насытить всяким фан-сервисом. Сайт-квесты, ивенты, добывающие профессии, эксплоринг, благодаря которому можно, например, количество слотов в сумке расширять. Ну и графон все же непостоянный. Местами очень красиво, местами мыльнее, чем было, местами те же приколы с прогрузкой текстур, но достаточно редко. Интерфейс непривычный, конечно, но для консолей, наверное, удобный. Хотя вот отслеживать сразу несколько квестов крайне больно. На ПК такой интерфейс точно не приживется. Так а какие выводы? Глобально Блэсс стал красивее, стал стабильнее, намного стабильнее, да, не все 100% времени пока еще, но в него уже можно играть нормально. Стал более насыщен событиями и внезапным контентом. Стал более обсессионным. Но это совершенно не тот Блэсс. Это совершенно другой Блэсс. И возможно даже этот Блэсс хуже. Да, он попытался сохранить какие-то общие фишки, типа приручения животных, сохранил ту же стилистику, но при этом играется абсолютно иначе. И это палка о двух концах. Лично я из той категории людей, которые хотели бы, чтобы Блэсс стал играбельным и доделанным в своем изначальном виде. Он был неплох еще тогда. Ему мешали лишь тормоза, дыры в контентном наполнении и монетизационные решения. И если бы тот Блэсс допилили, дополировали, как это изначально и собирались делать, то это, конечно, был бы совсем другой разговор. При этом я лично не думаю, что он лишь вообще выйдет на ПК когда-нибудь. Уж слишком он консольный. И управление, и интерфейс, и механики. Донат здесь типичный. Бустеры, косметика, батл пасс, который тут называется Блэсс пасс, с какими-то зоофильскими картинками, боже мой. Вроде и не pay to win, но pay to comfort. Ну а так мне не особо понравилось в общем. Не то, чтобы это прям плохая какая-то игра, но желание раскачиваться в хай-левелы изучать эндгейм не возникло. Понаблюдаю еще, может, когда бета закончится и поправят какие-то моменты, тогда будет более готовый вид, но пока что не могу ничего особо интересного рассказать про Unleashed. Разве что он не тормозит. Да, благодаря Блэсс Онлайн теперь это выглядит как достижение, а не что-то само собой разумеющееся. Короче, гемороя пока что слишком много. И консоль надо иметь, и IP-блог пробить, и без локализации сидеть. Стоит ли оно того? Не знаю. Разве что вы очень большой энтузиаст. Ну а с вами были Аркадий и Нина, подщапали мы короче Блэсс Мобайл смотреть. Много Блэссов ведь не бывает, да? Как и много лайков и подписок, да? Ну тогда жду их от вас. Не забывайте про второй канал, стримы на Твиче, паблик ВКонтакте и до новых и скорых Блэсс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова